Олимпийские легенды детям и молодёжи России год 3-й 2016-й. Такое название носит благотворительный всероссийский проект, направленный на развитие массового спорта для детей и юношества, а также продвижение олимпийских идеалов и ценностей. Евгений Садовый, Татьяна Казанкина, Тамара Люхина, Владимир Осокин, Тамара Быкова, Галина Горохова. Эти имена о многом говорят людям старшего поколения, а вот молодёжь не очень знакома с такими чемпионами своей страны. Накануне легенды спорта посетили Лазаревский район. Теперь их встречает спорткомплекс юности, воспитанники детских лагерей, дневного пребывания Адлера. Здесь идёт наставничество, непосредственно общаются ребята со спортсменами, они им дарят свои фотографии, делают, так сказать, автографы дают и непосредственно участвуют в соревнованиях, потому что они как бы наставники, капитанами команды становятся. Необыкновенные ребята довольны. Сегодня будущие дзюдоисты, вольники, а также ребята из Центра дополнительного образования сдавали легкоатлетические нормативы ГТО, правда, в упрощённом виде. Это были прыжки в длину, упражнения на гибкость, эстафета и чёлночный бег. Упражнения ребята старались выполнить с полной отдачей, ведь такой физкультурный экзамен у них принимают великие спортсмены. Помимо спортивной истории, олимпийские надежды узнают о пользе и необходимости занятий спортом. Цель этого мероприятия – это здоровье, это дружба, это соединение поколений, преемственность от олимпийских легенд нашей современной молодёжи, потому что именно вот такие мастер-классы позволят познакомиться нашим детям воочию с историей спорта нашего государства. Завтра делегацию олимпийцев России, спортивные эстафеты и культурная развлекательная программа ждут в Центральном районе. Свой визит в Сочи «Легенды спорта» завершат 20 июля. Они примут участие в спортивном празднике, который пройдёт на площадке по улице Донская, 58. Татьяна Говоркова, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ.